Хонда презентовала новый кроссовер, он станет зеленой альтернативой Хонда CR-V, хотя несколько крупнее бензинового собрата. Первый электрический кроссовер японской марки дебютировал аккурат к ее 75-летию и поступит в продажу с начала 2024 года. Хонда имеет общую платформу Altium и батарею с электрическими General Motors, но автопроизводитель уверен, что ее уникальной настройки подвески, стиля и салона будет достаточно, чтобы постоянные клиенты чувствовали себя комфортно. Эта батарея, кстати, будет содержать 85 кВт-часов, запас хода по оценкам производителя – 482 км. Электрокроссовер будет доступен в вариантах с одним и двумя двигателями. Полноприводная версия будет иметь 288 лошадиных сил. Хонда Пролог 2024 года примерно такой же длинный и широкий, как кроссовер P-Sport, но он ездит на более крупной колесной базе 3094 мм. Внешний вид смотрится гладким и отполированным. Узкие фары, глянцевая черная панель радиатора и тонкие воздушные завесы на углах бампера являются современными и изящными. А широкая колесная база ведет к украшенной аккуратной задней части, имеющей новый шрифт «Хонда Е» на багажнике вместо логотипа. В стандартной комплектации он оснащен 19-дюймовыми колесами, но также доступны 21-дюймовые варианты. Размеры автомобиля составляют 4877 мм в длину и 3094 мм в колесной базе. Кроссовер имеет аэродинамически оптимизированный внешний вид с плавными изгибами и плавными поверхностями. Внутри «Хонда Пролог» предлагает три комплектации. Даже базовая версия будет иметь 11-дюймовый дисплей приборной панели и 11,3-дюймовую информационно-развлекательную систему со встроенными приложениями Google. Есть также двухъярусная центральная консоль с хорошим объемом хранения и двумя большими подстаканниками. В комплектации «Пролог ЕХ» добавляются подогрев передних сидений, электрическое регулируемое сидение водителя и двухзонный климат-контроль. Версия «Турин» предлагает кожаный руль, а также кожаные сидения с подогревом и вентиляцией. Аудиосистема «Босс» с 12-динамиками входит в стандартную комплектацию моделей, а 21-динамик в топовую. Багажник предлагает 713 литров грузового пространства, а если сложить спинки сидений, можно получить 1633 литра. Кроме того, «Пролог Элит», оснащенная системой полного привода, предлагает более роскошный интерьер с кожаным рулевым колесом, кожаными сидениями с подогревом и вентиляцией, проекционным дисплеем и спортивным режимом для более увлекательного вождения. Кроссовер также обещает обильное грузовое пространство и набор систем помощи водителю Honda Sensing в стандартной комплектации. Также стоит отметить систему быстрой зарядки, которая поддерживает постоянный ток до 155 кВт, что позволяет быстро заряжать автомобиль. К примеру, за 10 минут зарядки можно получить 105 км дополнительного пробега. Когда батарея разрядится, владельцы смогут зарядить ее с домашней станцией, обеспечивающей 11,5 кВт, что дает «Пролог» потенциальное время от 0 до 100% меньше 8 часов. Также доступен портативный комплект заряда мощностью 7,6 кВт. Одномоторный «Пролог» будет переднеприводным, и хотя Honda не указала его выходную мощность, автопроизводитель сказал, что базовая трансмиссия будет иметь лучший диапазон и эффективность, особенно в сочетании с меньшими комплектациями EX и Turin. Для полноприводного варианта доступно 288 лошадиных сил и 450 ньютон метрокрутящего момента. Цены на новый электрокроссовер будут стартовать от 40 тысяч долларов, что ставит его в одну ценовую категорию с Volkswagen ID.4 и Hyundai Ioniq 5, которые предлагают больше простора в салоне и более быструю зарядку. Но, возможно, «Хонда Пролог» удастся компенсировать это фирменной топовой эргономикой. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятно и вдохновит для нового творческого развития. До скорой встречи!